добрый вечер друзья телеканал евроспорт рад предложить вам посмотреть соревнование мужчин весовой категории до 94 килограммов чемпионат европы по тяжелой атлетике 2015 самом разгаре и как и во всех весовых категориях сегодня ожидается острая борьба за медали список участников сегодняшних соревнований на ваших экранах 9 человек выйдут в группе сильнейших в группе а среди них молодой российский тяжелоатлет хитак хугаев ну и остальных вы видите белоруссия литва польша молдавия израиль румыния и у нас представление участников мариус данте у из румынии анатолий мушик израиль ауримас дитсболис из литвы самый титулованный атлет который появится на помосте сегодня победителя юношеских олимпийских игр хитак хугаев на ваших экранах александр берсанов беларусь один из двух белорусских атлетов которые сегодня выйдут на помост первым был александр венскель в самом начале его представляли второй литовский атлет помимо ауриса дизболиса на помост выйдет зигмунда станулис который был на экранах и поляк лукаш грелла и анатолий кирику молдавия до бронзовый призер олимпийских игр ну что ж друзья буквально считанные минуты остаются до начала соревнований пока атлеты разминаются хитак хугаев 90 килограммов в разминочном зале очень и очень легко рекорды мира и европы более подробно мы них в процессе трансляции расскажем кахи кахи ашвили президент федерации тяжелоатлетики грузии наблюдает ну что ж соревнования вот-вот начнутся анатолий мушек израиль первый выход на помост 162 килограмма справляется анатолий с весом 162 самый возрастной атлет выходящий на помост с такой интересной историей до 2010 года анатолий выступал за украину затем ленился на израильской тяжелоатлетки марине охман и начиная с 2011 года выступает уже за израиль выступал на олимпийских играх в афинах выступал на чемпионате европы в киеве где был бронзовым призером это все было очень давно 2004 году ну сейчас справился первом подходе с весом анатолий и 163 александр берсанов беларусь также легко справляется чуть больше изначально планировали белорусы начинать но почему-то почему-то перезаявили в меньшую сторону возможно не уверенно почувствовал себя атлет на разминке лучший рывок у берсанова 170 килограммов наш хитак кугаев со 170 стартует а самая большая заявка для начального подхода у ауримаса дисболиса бронзового призера чемпионата мира он начинать хочет со 175 килограммов ну в общем то не так и много результат по крайней мере пока по заявкам очень плотно очень плотный мариус данчу румын 25 лет брон серебряный призер чемпионата европы среди молодежи то есть спортсмена в чей возраст не превышает 23 года тогда мариус данчу проиграл нашему рамазану расулову ну что ж есть 165 килограммов у мариуса данчу идет перезаявка слышно как спортсмены заявляют все больше и больше вес зиманта станулис литва 165 килограммов зиманта станулис год назад в израиле на чемпионате европы получил нулевую оценку в рывке тогда 165 в общем то те же самые что и сейчас оказались непокорные прошел год давайте смотреть готовность но как обычно на эмоциях выступают спортсмены из литвы тренер зиманта за станулиса бронислава вишняускас помним мы как бронислава вишняускас выводил на помост своего сына рамонаса анатолий мушик израиль вторая попытка сто шестьдесят шесть килограммов а 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 ну что ж поздравляем анатолия неплохо из последних результатов что можно выделить на чемпионате мира в Казахстане выступал анатолий в группе Б на сто шестьдесят один килограмм в рывке сто восемьдесят шесть в толчке многие многие уже списывали анатолий мушика со счетов была у него четырехлетняя дисквалификация наверное немного несправедливая потому что обычно на два года происходит вот такие неприятные вещи а почему-то анатолий сразу на четыре но в итоге все равно он вернулся на помост достойного уважения немножко разогнался на чемпионате мира в Казахстане сейчас мы видим чемпионату Европы набрал оборотов еще одна попытка в запасе у анатолия мушика а сейчас второй белорус выходит на помост Александр Венский ему двадцать один год призер юниорских первенств Европы Держи 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 Легко справляется ну по всей видимости в отсутствии такого явного лидера или по крайней мере в присутствии всего лишь одного явного лидера так выделяющегося среди остальных Гаври Масадисбелеса Атлеты решили не рисковать начать с меньших весов и уже решение вопроса попадания на подиум оставить для третьих попыток сейчас все как один аккуратно справляются в первом подходе с весом заявленным Супруга Анатолия Мушика помогает ему выходить на помост Сзади видели мы Дениса Готфрида Я думаю они еще с Анатолием вместе выступали за сборной Украины что ну напомню вас напомню вам что Анатолий в 2004 году на чемпионате Европы еще соревновался и соревновался удачно был бронзовым призером ну что ж пожелаем ему удачи третья попытка сто шестьдесят девять килограммов третья попытка чуть-чуть анатолий не хватило очень низко он подсел пытаясь удержать но все равно потянуло потянуло вперед уронил ну смотрите в целом в хорошем настроении выступают и сам спортсмен и его группа поддержки выводящая пока 166 килограммов в группе b каких-то сенсационных результатов не было ярослав витар из украины 164 показал в рывке уже эти килограммы превзошли атлеты сильнейшей группы толчке также у ярослава витара лидерство 200 килограммов анатолий кирику готовится выполнять свой первый подход бронзовый призер олимпийских игр 2012 года в лондоне анатолий кирику тогда обыграл нашего андрея диманова и на олимпийском помосте молдаванин 181 килограмм показал в рывке 226 толчке и 407 сумма это лучшая сумма анатолий кирику за все годы его выступлений не до этого не после он близко даже не приближался к этим килограммам и сейчас выходит на помост показал что проблемы с локтевым суставом наверное они его и подвели видимо как сыграл локоть и тем самым не позволил анатолию побороться со снарядом еще две попытки в запасе у него анатолий в первую очередь я думаю опасен для нашего атлета во втором упражнении в толчке все-таки 226 о многом говорит вообще вот эта категория она российская какой-то мере много у нас атлетов ну из таких скажем так давних уже времен вспомним победы алексей петрова олимпийского чемпиона из последних побед но 2012 году 2012 году в тринадцатом ренат киреев выиграл чемпионат европы в албании 2011 андрей диманов поднимался на верхнюю строчку то есть 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 традиции побед в этой весовой категории тем временем мариус данчиу из румынии не справился со 170 килограммами и пока он на четвертой строчке анатолий кирику второй выход на помост да ну первый подход подвел его локоть сейчас вторая попытка давайте смотреть я выпрямись хорошо ну что ж в этот раз все четко и еще попыточка одна осталась у анатолия кирику мариус данчиу третий подход чемпионат европы потихонечку уже так подходит своему завершению осталось нам посмотреть у мужчин всего лишь две весовых категории до 105 килограммов и супертяжей в категории до 105 россию будет представлять геннадий муратов а в супертяжелой категории чингис могушков и уже по окончанию это чемпионата будем подводить какие-то итоги выступления нашей команды мариус данчиу берет берет 170 и всего лишь на один килограмм меньше этот результат его личного рекорда да пока у сборной россии и у мужчин и женщин медали есть нет к сожалению золотых хотя многие наши спортсмены были близки к этому ну и следует отметить что состав на этот чемпионат европы от россии приехал все-таки не сильнейшие то есть приехал ближайший резерв то есть те кто стоит рядом и готов любого лидера в принципе заменить ну пока наверное вот в этом плане задачу не свою выполняют как тяжело немножко локти сыграли у берсанова александра да видим мы что один судья углядел ошибку двое других нет 171 килограмм есть в активе белоруса и сейчас 172 на штанге и хитак хугаев первый выход на помост хитак хугаев мастер спорта международного класса родом из северной осетии алании также выступает за общество юность москвы тренирует его семейство алборовых ну наверное сам большой вклад вкладывает руслан алборов наш российский опытный тренер подготовивший многих чемпионов держать ух было немного волнительно потому что для хитака хугаева это первый взрослый старт было интересно посмотреть как он не растеряется в компании их сильных мужиков не растерялся хитаку хугаеву минуточку всего лишь 17 лет и как я уже говорил в начале трансляции он является чемпионом юношеских олимпийских игр тогда выступал хитак хугаев более легкой весовой категории до 85 килограммов 164 показал рывки 191 в толчке также он является чемпионом мира европы среди юношей 2013 года лукаш грела поляк 173 килограмма на штанге личный рекорд у лукаша 175 да справляется уверенно но больше 70 175 лукаш у грела не попал не покорялись веса эти же 175 он поднимал и на чемпионате мира среди студентов в прошлом году и на чемпионате мира в казахстане и на чемпионате пользы который был буквально месяц назад везде 175 александр венский из беларуси вторая попытка в первом подходе 168 зафиксировано сейчас 173 но даже случай успеха будет проигрывать он поляку тяжелая попытка но тем не менее справился александр также молодой атлет еще буквально год назад он выступал по юниорам сейчас уже во взрослом составе также это его первый международный взрослый старт на юниорском уровне попадал в призы на чемпионатах европы но из последних результатов на чемпионате беларуси и занял второе место 175 плюс 214 это его результаты в рывке и соответственно в толчке зигмунта станули сразу 9 килограммов добавляет ну что ж ожидает нас эмоциональная попытка я думаю с такими криками хорошими вы смотрите сумел удержать да здесь явно впереди осталась штанга ну вот просто силой зигмунта станули взял этот вес сильный парень готовился к трансляции нашел видео 300 килограмм приседает со штангой просто в легкую и я думаю вот эта физическая сила помогла ему сейчас удержать огромный вес 174 килограмма никогда на международных соревнованиях зигмунта станули столько не поднимал до этого в албании 172 в алматы 170 в израиле нулевая оценка вот такие результаты да ну а второй спортсмен из литвы еще не начинал не начинал свои соревнования 175 ауримас дисболи заявил хитак хугаев 180 заявка я думаю вперед хочет несколько атлетов наш тяжелый атлет пропустить лукаш грела 178 ну и сейчас зигмунта станули должен дать какую-то заявку анатолий кирику еще одна попытка остается как и у александра берсанова александр берсанов выходит на 174 килограмма случае успеха он выйдет в лидеры но сейчас я думаю вот эти попытки это как раз борьба за медали в отдельном упражнении осталось пять атлетов ну и три медали вы смотрите взял ну белорусы сегодня удивляют вытаскивают такие тяжелые попытки до начала подход 2 к 1 засчитали вес до начала подхода тренер крикнул позлее саня но вот злости такой спортивный я думаю нужно александру поучиться у литовских атлетов которые полностью выкладываются анатолий кирику в большую сторону перри и заявил потому что он тяжелее чем белорусы и попытка на стоить 174 ему ничего не даст он будет лишь вторым поэтому поэтому сейчас на помост выходит тот человек который мы еще не увидели ауримас дисболес 185 килограммов казахстане показал ауримас дисболес и был вторым вслед за владимиром седовым ну скажем так не без труда справляется возможно волнение ну а возможно действительно не очень хорошо готов ауримас к этому старту во втором подходе все будет видно пока лидер он ну что ж кирику перезаявляет еще большую сторону а нет прошу прощения 175 как-то долго он не появлялся показалось что решил еще прибавить нет в отчаянной попытки пытался залезть но высоты не хватило для полноценного подседа и анатолий кирику заканчивает с результатом 170 пока он на седьмом месте хитак хугаев 176 ну как я предполагал посмотрели на соперников добавили килограммы и сейчас вот но реально попытка выйти такие промежуточные лидеры случае успеха хорошие шансы на попадание на подиум но не говоря уже о таком задели перед вторым упражнением перед вторым упражнением и держать 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 молодец молодец хитак прекрасно прекрасно есть 176 килограммов в рывке первое место очень спокойный парень и взрыв именно происходит в момент подъема ну что ж хорошие килограммы и это все в 17 лет хитак хугаев отбирался на этот чемпионат европы на кубке россии там он выиграл соревнования с результатом 172 килограмма в рывке и 213 в толчке обошел максима миронова были у хитака хугаева попытки на 180 в рывке и 220 в толчке к сожалению окончились они тогда неудачи александр венскель все тоже указание позлея и вы смотрите ну белорусы творят чудеса на этом чемпионате европы вот обоих атлетов тянет влево и на пределе что один что другой справляются да ну белорусы сильные это тоже можно сказать их весовые категории до 85 до 94 до 105 наравне с россиянами они могут претендовать на право называться сильнейшими побед к сожалению у белорусов не было на европейских чемпионатах вот именно в этом весе за последние годы действующим чемпионом европы у нас является поляк адриан зелинский который этот чемпионат пропускает ну вот польша все равно выставила атлета лукаша грелл который так затаился 173 поднял заявил 178 и зигмунта станули третья попытка предыдущие на пределе тренер бронислава свишняускас наблюдает за своим спортсменом очень внимательно дает какие-то указания в и в и и и и Нет, в этот раз не получилось. И Зимун Астанулис покидает помост на пятом месте с результатом 174 килограмма. Ну что ж, друзья, заканчивается рывок у мужчин весовой категории до 94 килограммов. У трех атлетов остались попытки. Среди них россиянин Хитаг Хугаев. Еще один подход у Хитага остается, пока он на втором месте. Но сейчас на третью строчку вот этот парень, Лукаш Грела, из Польши отодвигает Хитага. Личный рекорд Лукаш Грела показывает на 3 килограмма плюс к своему личному рекорду. И еще одна попытка в запасе. Ауримас Дитсболис после удачной первой попытки на 175 заявил сразу 182. Ну а Хитага Хугаев 180. Не покорился этот вес Хитагу Хугаеву на Кубке России в Старом Осколе в январе этого года. И сейчас, я думаю, выйдут пробовать снова. Олег Алборов, один из тренеров Хитага Хугаева и Александр Иванович Венков. Вдвоем, спокойно, без лишних людей, настраивают спортсмена на результат. Ну что ж, здесь, в общем-то, Хитаг уже неплохо выступил для своего возраста. До 17 лет, для дебюта на международных взрослых соревнованиях хорошо. Но, если возьмем 180, будет вообще замечательно. И, скорее всего, гарантированно с медалью уедет с этого чемпионата Европы. Давайте болеть и смотреть. Держать, 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 Хитаг, стоять! Но надо зафиксировать. Здесь, вы смотрите, вот это да! Есть 180 килограммов. И, знаете, вот чувствуется запас по силе, по высоте точно. Поздравляем Хитага Хугаева с прекрасным дебютом. Поздравляем его, ну, уже теперь с медалью чемпионата Европы. Какой она будет, к сожалению, будет решать польский спортсмен и литовец. У них еще осталось три попытки на двоих. Ну, Хитаг сделал все, что мог. Личный рекорд показал. И, главное, показал, что он не только умеет легко поднимать, но умеет бороться со штангой. Так, ответ поляка 181 килограмм. Поляк тяжелее нашего Хитага Хугаева, поэтому ему нужно поднимать больше. Вот сейчас-таки он это и пытается сделать. Нет, не получилось. Ну, что ж, Хитаг Хугаев пока лидер. И все решится в двух попытках Ауримаса Дизболиса, бронзового призера чемпионата мира. Пока Дизболис 182 заявил, всех своих соперников пропустил вперед. Ну, имеет право, так как у него личный рекорд в этом движении 185 килограммов. Причем показан был не так давно на чемпионате мира в Казахстане осенью 2014 года. Ну, а сейчас 182 и в случае успеха золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в этой весовой категории. Ох, локоточек-то сыграл. Даже если удержат, такое не должно засчитывать. Если засчитают, ну, я считаю, полная несправедливость будет. Ну, посмотрите. Да, чисто вес засчитан. Ну, что ж. Да. Левый локоть. Ну, вот при вставании там просто дикая игра была. Понятно, что включения нет. Ну, что ж. Очень жаль, что в очередной раз судьи вмешиваются в борьбу. Причем в обе стороны. Как и засчитывают, так и не засчитывают. Ну, надеюсь, это придаст злости Хитагу Хугаеву. Потому что, я думаю, все прекрасно видят в разминочном зале. Пока преимущество Дисболеса над Хитагом 2 килограмма. Плюс Хитагу Хугаев легче. Ну, а Дисболес в толчке, конечно, силен. Но, но из последних результатов всего лишь 214. После этого две попытки на 218 были неудачными. Поэтому, если Хитаг так же хорошо выступит во втором движении, то шансы есть попасть на подиум-то точно. 189 Ауримас Дисболес заявил. А это у нас попытка установления нового мирового рекорда. На данный момент рекорд в этой высокой категории принадлежит Кахе Кахиашвили. Тогда он был установлен, когда Кахи выступал за Грецию. А Кахиус Кахиасвилис. 188 килограммов в 99-м году в Афинах. Поднял тогда грузинский-греческий тяжелоатлет. Ну, сейчас мы видели перед началом трансляции, сидит в зале соревнований, наблюдает. И вот она попытка побить рекорд. Ну, наверное, только чудо Ауримаса Дисболесу поможет. Это сделать сегодня уж больно тяжело. 182 он поднял. Ух ты, вы смотрите-ка. А был близок, а был близок. Ну, вот не ожидал я такой мощи. Может быть, немножко успокоился, что удалось выиграть рывок. Да. Ну, что ж, реальная попытка. Поздравляем Ауримаса Дисболеса с золотом. И поздравляем его с тем, что он не стал там набирать 1-2 килограмма отрыва. А вот попытался войти в историю, так как сделал это Кахиашвили. Очень и очень достойно со стороны литовца. Ну, и у нас таблица по итогам рывка. Ауримас Дисболе золото, 182 килограмма. В 2 килограммах от него Хитак Хугаев. И Лукаш Грела, Польша, третье место. Ну, и у нас небольшой перерыв. После этого вернемся на помост. Ну, что ж, мы снова в Тбилиси на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Где буквально через несколько минут начнутся соревнования мужчин весовой категории до 94 килограммов. Нам, в первую очередь, интересно будет понаблюдать за борьбой Хитака Хугаева, Римаса Дисболеса. Не исключая, что у поляка Лукаша Грелы, Александра Венскеля, Александра Берсанова. То есть все эти атлеты находятся в небольшой отдаленности друг от друга. Ну, вот даже Зимунд Астанулес, который финишировал на шестом месте всего лишь в 6 килограммах от Хитака Хугаева. То есть здесь одна попытка в толчке может все решить. Ну, и наши соревнования во втором упражнении начались. Мариуш Данчил из Румынии первым выходит на помост. Ему 25 лет и лучший результат был показан на чемпионате Европы среди молодежи. 193 килограмма. Сейчас 190 не покорились. Мариуш Данчил 2 из 3 попыток использовал в рывке и со 170 занимает сейчас 8 место в группе А. Анатолий Мушик, Израиль. У него начальный подход 191 килограмм. Ну, и такая вот пауза у нас возникла. Никто не ожидал, что Мариуш Данчил неожиданно первый подход, который всегда нужно поднимать уверенно, смажет. Две минуты у спортсмена есть на то, чтобы подготовиться к попытке, либо перезаявить большую сторону. Показывают нам зрительный зал. Несмотря на то, что грузинских тяжелоатлетов сегодня на помосте нет, болельщики пришли. Я надеюсь, что эти соревнования будут определенным толчком к еще большей популярности тяжелой атлетики в Грузии. Я думаю, завтра в супертяжелой весовой категории битком зал будет набит. Есть у грузинской команды сильные атлеты в этой весовой категории. Да, ну, а тем временем Мариус Данчил совсем беспомощно выглядит. Да. Ну, здесь тоже есть определенный момент, каким образом происходит разделение спортсменов на группу Б и группу А. По стартовым заявкам. То есть спортсмен должен заявить сумму в двух упражнениях, какую он планирует набрать. И вот по определенным правилам его, скажем так, заявочные веса должны быть очень близки к этой сумме. То есть есть определенные цифры, меньше которых атлет не имеет права начинать. И вот Мариус Данчил не исключено, что, пытаясь попасть в эту группу сильнейших, в группу А, поставил такую заявочную сумму, что ему 190 нужно начинать в толчке. Хочешь ты этого или нет? Ну, я думаю, скорее всего, так и было, потому что видно, что явно предельный это вес. Ну, и глядя на его результаты лучшие, 193 килограмма, я думаю, здесь практически разницы нет. 191 перезаявил Мариус в большую сторону в попытке выгадать немного времени. Но Анатолий Мушек решил, что не будет выпускать и выходить вперед румына. И тоже перезаявил на один килограмм. В итоге 192. В этот раз на грузь взять получилось. Ну, сил у спортсмена явно недостаточно. Заканчивает с баранкой 0. В итоговой графе у Мариуса Данчилу из Румынии. Ждем выхода Анатолия Мушека на помост. Да, Анатолий появляется, 192 килограмма. В Казахстане 186 было у Анатолия в прошлом году. Но вообще лучший его толчок 217,5. Ну что ж, поздравим Анатолия с первой. Успешной попыткой. Да, ну остальные спортсмены с больших весов стартуют. Со 195 Александр Берсанов и Зигмунда Станулис. Планировали начинать. Как оно будет, узнаем чуть позже. Мушек, я думаю, где-то килограммов 195-196 пойдет. Лидеры. Самая большая стартовая заявка у Ауримаса Дизболиса 210. Хитак Хугаев 205. Грела Лукаш 200. Вот такие расклады. Анатолий Кирику, молдаванин, несмотря на то, что был седьмым, с 210 также стартует. Имеет право, так как лучший толчок у него 226 килограммов. Александр Берсанов 195. Врывке 174 килограмма. Ему покорились. Ну вот толкает он чуть-чуть похуже, чем выполняет первое упражнение. Хотя 206 килограммов на чемпионате мира поднимал. Вот часто мы, кстати говоря, почему-то именно в белорусской команде можем наблюдать такие перепады у них. И спортсмены, которые очень хорошо выглядят в рывке. И в толчке, конечно, совсем другое впечатление производят. В этой попытке даже непонятно, в чем проблема у Александра Берсанова. Вроде с груди хорошо, на грудь тяжеловато, но тоже с запасом. Скорее, как-то вот технически не уверен он выглядит. Зигмунтас Танулис 195. Зигмунтас в рывке был шестым. 174 килограмма. Ну тоже, как и в рывке, голой силой поднимает Зигмунтас Танулис. Вот в самом конце, когда уже нужно штамгу зафиксировать. Видимо, чуть вперед повело, но сумел удержать. И пока 369 килограммов сумма и второе место. В толчке у Зигмунтас Танулиса нет каких-то невероятных результатов. 201 килограмм на чемпионате Европы среди молодежи, где он занял второе место и проиграл нашему спортсмену Егору Климонову. Именно во втором упражнении в толчке Егору удалось обыграть литовца. Анатолий Мушик. 198 сразу заявил. И сейчас ждем заявку от Зигмунтаса Танулиса. Пока автоматическая надбавка в один килограмм на онлайн-табло. Ну что ж, 198 килограммов на штанге Анатолий Мушик. Второй выход на помост. Предыдущий подход тяжеловато дался Александру Анатолию. Супруга Мария Охман. С груди возникли проблемы у Анатолия Мушика. На грудь мне показалось легче, чем в первом подходе взял. Но тогда, возможно, сказалось долгое ожидание. Вот этих попыток Мариуша Данчиу, румына. Который так неожиданно застопорился до начальных 190 килограммах. И долго-долго выполнял свои попытки. Возможно, Анатолий немного остыл. И поэтому первый подход не очень уверенный был. Но сейчас с груди немножко исправиться надо. Все будет хорошо. Хитак Хугаев. Пока в разминочном зале. Хитак Хугаев 205. По-прежнему на онлайн табло его заявка. Еще до этого и выйдут и Зигмут Астанулис. И спортсмен из Польши, который 200 начинает. И Беларус. Второй Беларус, которого мы пока еще в толчке на помосте не видели. Александр Венский. Мужик перезавел на 200. И в итоге сейчас после установки веса первым выйдет Александр Венский из Белоруссии, который был четвертым. А поляк, который был бронзовым, перезавел в большую сторону. Александр Венский сохраняет шансы на попадание на подиум. Но в первую очередь, я думаю, он будет смотреть на результаты Грела Лукаша. Один килограмм всего отрыв. Очень долго стоял, готовился. Надо держать. Да, справляется Александр Венский с первой попыткой. Очень тяжело. Именно вторая фаза далась. Очень долго стоял, наверное, немножко придушила его штанга. И сумма 377 килограммов. Ну, достаточно приличная, скажу я вам. Анатолий Мужик, третий выход на помост. 200 килограммов. Набирает потихонечку форму Анатолий. Ну, вот в предыдущем подходе такая досадная ошибочка, небольшая, помешала ему зафиксировать 198. 98. нет нет но тем не менее поздравим можно сказать ветерана с тем что он выступает в группе сильнейших и многих между прочим он и обошел в группе а поздравляем ему пожелаем ему еще ближе приблизиться к своим лучшим результатом они у него вполне приличные и лукаш грелла бронзовый призер в рывке появляется на помосте ну что ж сильная тяга высоко штангу вытянул при этом тяжелая вставание из груди тоже не очень четко но цепкий цепки парень лукаш грелла взял 202 380 у него на данный момент сумма но если рассматривать его страны соперника хитага хугаева хитага мы еще не видели в толчке но здесь какого-то особо большого запаса не видно если рассматривать его со стороны его преследователей это и зигмунда станулис и спортсмены из белоруссии александр венский действие и у них есть шансы в общем то ровный ровные результаты станули с 204 килограмма загибил и сейчас выходит на помост случай успеха 378 наберет сумму на два килограмма меньше чем у поляка и закрепиться на втором месте обойдет белорусского атлета александра венский для нет ну вот пришлось ему выблеснуть крик свой уже после того как штанга упала еще одна попытка у зигмунда станулиса есть в запасе вот что в рывке что в толчке так лихо шагает большими шагами сейчас сразу на 9 килограммов увеличил вес на штанге зигмунда с лукаш грелла 210 явил сразу да интересно почему у лукаша грелла 210 личный рекорд причем на внутренних стартах на чемпионате польши на международных соревнованиях 201 чемпионате мира поднимал при этом спортсмену 27 лет рассчитывать на какие-то такие фантастические прорывы я думаю будет сложно веса на штанге растут уже 205 килограммов а пока лидер вот в отдельном упражнении поляк но сейчас у александра берсанова есть шанс обойти его тяжело тяжело белорусы поднимают антин коротким главный тренер белорусской команды ай-яй-яй чуть впереди на грудь очень легко очень легко а с груди вот чуть-чуть впереди осталось да сильный сильный атлет смотрите вставание даже на заметном повторе у него получилось быстро это сделать ну что ж я думаю если направишь танку строго вверх во второй фазе движения то есть хороший шанс у него взять этот вес тем временем настраивают дигмунта со станулиса третий подход 205 килограммов просит он поддержать зал ну что ж некоторые атлеты наоборот просят всех успокоиться и чтобы была тишина показывают аудиманта станулис просит поддержки ну что ж эмоциональному атлету я думаю она вполне будет нужна да ну что то такое показал дигмунта станулис но наверное впереди вот с этого ракурса не очень хорошо видно а сбоку все будет понятно что так показалось что штанга в этот раз значительно легче поднималась от груди ну тем не менее зигмунта станулис закончил свое выступление 369 сумма и четвертое место пока хита хугаев на 208 перезаявил так потихонечку он к лидеру а у римса дизболису подвигается и берсанов берсанов заключительный подход ну что ж здесь надо сконцентрироваться на отдельном элементе на грудь я думаю проблем никаких не должно быть да ну смотрите ка вот вот так вот настолько легкое взятие штанги на грудь было в предыдущем подходе и сейчас просто ни о чем до закончил александр берсанов те же 369 что и были у него в сумме что и были у него после первой попытки и хитак хугаев на помосте 207 но так вот две перезаявки которые можно делать тренеры сделали ну что ж друзья на грудь легко с груди тоже казалось бы все хорошо и потом в самом самом конце небольшие проблемы возникли два к одному засчитали но господа судьи вы не объективны если честно у хугаева намного чище был подъем чем у литовца ауримаса дизболиса намного грязнее он поднимал такая же была ситуация также боролся но смотрите но вот на локте до играли но в целом там миллиметры какие-то но вот один судья все-таки нажал красную кнопку говорится где он был когда поднимал литовец но слава богу попытка все-таки два к одному защита на на грудь конечно очень легко и вот эта фиксация но я думаю просто вот он чуть-чуть вот где-то не попал когда стал собирать но где-то расслабился надеюсь оставшиеся попытки такого такого больше не произойдет венскель беларусь 207 ну что же справляется александр венскель 207 килограммов фиксирует неплохо но на чемпионате беларуси 214 ему покорялись хотя есть еще одна попытка я думаю программ 210 пойдет лукаш грелла польша на помосте вторая попытка 207 килограммов надо остановиться да лукаш грелла первый-то подход тяжело ну прибавил 5 килограммов и вот точно так же так же тяжело и вторую попытку выполнил в итоге в итоге еще один подход у него и в запасе сумма 385 килограммов если сравнить этот результат с последними чемпионатами европы то это гарантированно попадание на подиум ну вот я пролистнул сейчас для победы конечно требуется большие килограммы за 390 практически всегда ну а 385 всегда всегда с этой суммой на чемпионат европы попадают призы промежуточная таблица в толчке лукаш грелла я думаю этой попыткой не пытался обойти хитага хугаева он понимал что скажем так наверное правильно рассчитывал свои силы а вот закрепиться в тройке по сумме это была вот именно задача польского спортсмена и он ее успешно выполнил 385 набрал сейчас Александр Венскель 209 килограммов после рывка он был четвертым проигрывал поляку немного и сейчас добавил нужные килограммы для того чтобы поляка обойти и вот эта попытка сейчас на ваших экранах и пошел 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 не торопись ногами держи 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 вы смотрите вот это да ну что ж поздравляем вчерашнего юниора который прекрасно выступил на этом чемпионате Европы Александр Венскель ну что ж я думаю стоит запомнить эту фамилию потому что в таком возрасте он уже показывает такие хорошие результаты 386 обходит поляка Лукаша Грелу у которого есть еще одна попытка и у него сейчас такая ну не простой выбор либо использовать ее чтобы поднять на килограмм больше чем сейчас поднял белорус и тем самым обойти его по собственному весу ну тогда не останется подходов если вдруг ситуация каким-то образом поменяется да все таки решил Лукаш Грелу выйти на 209 да правильно на тот на тот же вес что и Александр Венскель он имеет возможность именно выходить за Александром по жеребьевке изначальной и сейчас попытка обойти белоруса очень тяжело да ну на какую-то секунду показалось что поляк просто какой-то монстр такое тяжелое вставание и мощно начал но не покорилась ему сегодня штанга у нас еще не выходил Анатолий Кирику который в рывке всего лишь 170 поднял и тому же Александру Венскелю проигрывал 7 килограммов плюс легче то есть получается Анатолий Кирику нужно будет чтобы обойти белоруса обойти белоруса поднять на 7 килограммов больше то есть 216 килограммов но пока вот для старта у Молдаванина 210 заявлено Ауримас Дисболис лидер наших соревнований в рывке выполняет свой первый подход Хитак Хугаев пока 215 заявлено чтобы пропустить вперед спортсмена из Литвы в полуподсет но локоточки-то дрожат у Ауримаса Дисболиса но в этот раз судьи все рассчитывают два к одному ну один из судей уже обратил внимание на игру локтей как говорится где вы были в рывке в первом упражнении так ну ладно Анатолий Кирику 210 килограммов и в случае успеха он сразу же попадает на подиум в толчке потому что остались попытка две попытки у Хитака Хугаева две попытки у Ауримаса Дисболиса я думаю они сейчас и будут решать между собой кто станет чемпионом и все остальные участники закончили свое выступление пока лучший толчок после Дисболиса у Александра Венскеля 209 соответственно Анатолий Кирику сейчас толкает и обходит подкидывай хорошо вверх выталкивай сильно держи да поздравляем Молдову с медалью очень тяжелая попытка но вот видимо что локоть мешает Анатолию Кирику видимо была все-таки какая-то у него какое-то повреждение какая-то травма в прошлом вроде бы на высоком уровне выступает но чувствуется что вот немного немного неуверенно себя чувствует да далек от своих 226 килограммов в 2012 году Анатолий хитак хугаев сколько на штанге 212 212 килограммов на штанге вес на 5 килограммов больше чем в прошлом подходе хитак на грудь в первой попытке взял хорошо и в самом-самом конце уже фиксация когда буквально секунды оставались какие-то проблемы возникли давайте смотреть что будет сейчас держать ну что ж в этот раз никаких проблем разводит руками хитак хугаев да хорошая попытка и 392 килограмма в его активе есть еще один подход пока он обходит литовца по меньшему собственному весу дисболес 217 для второго подхода заявил промежуточная итоговая таблица на экранах хитак хугаев 392 уримас дисболес 392 и александр венскель 386 килограммов так таковы пока результаты спортсменов кирику 216 заявил почему именно 216 в случае успеха он сдвинет белоруса на строчку вниз и принесет своей стране помимо медали а в толчке еще и медаль в сумме пока он на пятом месте в сфере в сфере в сфере в сфере нет 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 ну смотрите на полный круг сделал анатолий кирику никак не удавалось совладать ах все из-за локтя все из-за локтя в итоге бросает да на грудь очень легко надо сказать анатолий кирику взял штангу давайте смотреть замедленный повтор ну из другие вроде бы все сделано штанга над головой но вот это вращение не удалось остановить анатолию и достаточно сложного сейчас ситуации потому что дисболист 217 хита хугаев 222 заявил я думаю будет он выпускать литовца вперед перед собой обязательно единственное что ли то есть может сделать это тоже пойти на 222 килограмма пытаться выпустить хитага хугаева но я думаю хитагу тогда нужно будет выходить и ну наверное ждать подхода уже литовца ну все это будет впереди в первую очередь конечно же наши тренеры будут определять каким образом выстраивать тактику этого поединка ну стоит отметить что александр очень венков тактик хороший он очень часто скажем так помогал спортсменам вот правильное решение принять которое в итоге сила нужный результат показали нам главных претендентов на победу сегодня ну что ж такая дуэль дуэль своеобразная в тяжелоатлетике это часто можно встретить власов жаботинский сульман агу леонидис все мы помним эти соревнования анатолий кирику 216 килограммов попытка подняться на пьедестал опять вращение да что ж такое ну никак никак не получается но тем не менее поздравим с бронзовой медалью анатолия пока кстати говоря она серебряная бронзова она станет если ауимас дисболес из литвы выполнит свою попытку успешно но в любом случае поздравим анатолий кирику с медалью с медалью этого чемпионата европы и 217 килограммов выходит ауримас дисболес 2 его попытка случае успеха 399 килограммов хорошие результаты на этом чемпионате европы сильные последний раз за 400 атлеты в этой весовой категории собирали в 2012 году кстати говоря анатолий кирику тогда был чемпионом европы ну чтож уверенно дисболес справляется значительно легче чем в первой попытке немножко непонятно зачем делается вот это сальто неужели считаешь что все хитак хугаев не возьмет вес да ну а хитаку сейчас что-либо выходить поднимать на 2 килограмма больше 219 да наверное так и тогда дисболесу нужно будет на килограмм больше показывать да либо либо повторять либо повторять напомню дисболеса 2 килограмма было преимущество и хитак хугаев выходит на помост выполнять свой третий подход 219 килограмма в случае успеха 399 будет сумма и выйдет тогда хитак на первое место пока он на второй строчке давайте смотреть болеть хитак хугаев держать держать молодец хитак берет 219 килограммов не знаете как бы сейчас как не сложится сейчас ситуация толкнет дисболес или нет все равно хитак хугаев молодец молодец все шесть попыток реализованы олег алборов поздравляем и в общем-то как и руслана алборова тренеров хитака хугаева поздравляем венкова с очередной медалью у мужчин ну и те же так дисболес 221 пока висит на онлайн табло но я думаю 219 он сейчас перезаявит потому что ну эти лишние килограммы я думаю никто поднимать не хочет но у литовца теперь роль догоняющего он пока проигрывает ему нужно поднимать этот же вес 219 килограммов нет смотрите 221 хочет сразу 403 показать что это было если честно не могу сказать такое первый раз и вижу что это происходит сразу сразу есть 221 зачем непонятно давайте смотреть ну это была супер тяжелая попытка трясло литовца и что становится чемпионом европы и да поздравляем литву достойная попытка скажем так очень и очень тяжелая почему 221 я до сих пор понять не могу но 403 набирает в сумме дисболес и в общем-то смотрю историю когда такие килограммы но 205 последний раз миллион добрев показывал в отраке 2003 году на чемпионате европы вот это вторая сумма за последние 14 лет по рейтингу лауримаса дисболеса да ну что ж поздравляем и хитага хугаева с хорошим выступлением понятно что даже и больше килограммы вполне могли оказаться недостаточными для завоевания золото литовец сегодня силен да ну а для нас какой-то серебряный чемпионат много серебра и к сожалению нет золотых медалей до осталось дождаться итоговой таблицы чтобы еще раз подтвердить кто на каком месте у нас расположился в толчке в сумме и так толчок 221 а у римас дисболес хитага хугаев 219 на втором месте анатолий кирику 210 бронзовый призер александр венскель на четвертом месте на пятом лукаш грелла поляк 207 ну и далее по списку ну немного расстроен хитага хугаев все от себя зависящее он сделал да ну что ж для 17 лет я думаю серебро с таким-то результатом 399 вполне неплохо и сумма 403 а у римас дисболес хитага хугаев на втором 399 александр венскель на третьей строчке ну что ж интереснейшая борьба ну немножко мы расстроены еще три весовых категории впереди женщины свыше 75 ждем выступления таника шириной до 105 килограммов геннадий муратов и в супертяжах чингис малышков ну что ж на этом все для вас работал комментатор алексей безбородов до новых встреч друзьям да ну еще раз нам предлагают посмотреть лучшие попытки побеги победителя ауримаса дисболеса в рывке 182 килограмма и толчок 221 крайне тяжело и там и там но достойно очень достойно традиционная сальто в исполнении готовца ну что ж друзья на этом все до новых встреч а